Дети, преподаватели физкультуры, тренеры, родители. Такой состав обычно дает хороший результат, если все как один нацелены на спортивные достижения. Это совместная работа с родителями. Одно дело, когда тренер им объясняет, а родители ничего не занимаются, то это сложнее. А если эта работа идет вместе с родителями, то все гораздо проще. Поэтому оценить презентацию городских спортшкол дети пришли вместе с родителями. А Сочи дает стране надежные спортивные резервы. 119 сочинских спортсменов стали членами сборных команд России. В состав сборных Краснодарского края попали 736 человек. И 2292 спортсмена вошли в состав сборных города Сочи. Став предметом гордости для своих тренеров, ребята не забывают, с чего начинали сами. Да это мои жемчужины, я просто их так люблю. И самое главное, что сейчас эти дети помогают нам. Работают на площадках дворовых. Аня Бойко там ведет занятия. Денисенко, Денис, помогают нам. Вот ребята все помогают. В юбилейный день физкультурника ребята пришли поддержать своих тренеров грамотными и благодарственными письмами. Их награждал глава Сочи Анатолий Пахомов. В рамках нацпроекта «Спорт. Норма жизни» к 2024 году 55% населения должно заниматься спортом. Мы сегодня гордо говорим, что 62% детей школьного возраста у нас занимаются дополнительно физкультурой и спортом. Но, как мы понимаем, задачи стоят выше. Чтобы ее выполнить, наряду с тем, что идет мотивация к здоровому образу жизни, мы, конечно, просто должны улучшать материально-техническую базу, которая будет давать возможность увеличения возможностей для занятия спортом. 14 августа в Сочи откроется новая муниципальная спортшкола единоборств с отделениями дзюдо, самбо, смешанных боевых искусств и тайского бокса. В уже существующих спортивных школах открыты новые отделения по спортивной гимнастике, прыжкам на батоте, эстетической гимнастике, спортивной борьбе. А в физкультурном центре для людей с ограниченными возможностями здоровья в этом году появилось новое отделение плавания. Всего в Сочи развивается 88 видов спорта. Для удобства сочинцев в каждом районе открыты площадки для воркаута. Одна из таких появилась на прошлой неделе в самом центре города на Новогинской. Всего же за последние два года в Сочи появилось 87 таких площадок с уличными тренажерами. 83 из них в сельской местности. Но, чтобы ни было построено, главное – человеческий фактор. Многое зависит от первой встречи ребенка с тренером. В 9 лет меня взяли, ну, я пошел на бокс и занимался у каракьяна Аршакова-Гаршаковича. Мне он сильно очень понравился, и я стал заниматься. На крае я стал вторым, а на России – третьим. Боксом занимаюсь на протяжении трех лет. Бокс мне понравился, я выбрал его, потому что это единоборство, это самостоятельный вид спорта. Где на рынке решаешь только ты и никто более. Юным спортсменам Сочи есть на кого равняться. Достаточно назвать ряд имен прославленных сочинских спортсменов. Харис Юничев, Слава Митривели, Владимир Немшилов, Владимир Кондра, Евгений Кафельников, Алексей Воеводы, Елена Веснина, Ирина Аненкова, Анастасия Шамонова и другие. К слову, составить компанию внукам на спортплощадке глава города призвал и пенсионеров. В Сочи успешно работает программа «Активное долголетие для жителей старшего возраста». Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова